Дорогие друзья, дорогие слушающие, до слова сегодня. Хочу прочитать из первого послания к Пселоникийцам, 5 глава, 21 стих. Все испытывайте, хорошего держитесь. Вот такой замечательный стих, он нам как-то прям открывает двери, ну все испытывайте, хорошего держитесь. Я думаю, здесь имеется в виду положительное, надо искать, испытывать, держаться его потом, когда ты испытал. Например, вот ты привык утром скакивать с постели, бегом-бегом быстро оделся, помылся, так сказать, зубы почистил, кофе попил, побежал на работу. Замечаешь, ну день проходит в суете, читаешь Писание, многие мужи Божьи с утра, они молились Господу, читали Слово. Ты встаешь на пять, на полчаса раньше, начинаешь читать, молиться, полчаса проводишь в общении с Господом, и потом идешь на работу. Смотришь, день проходит гораздо лучше, как-то наполненный, насыщенный. И ты думаешь, хорошо, буду держаться. Я испытал, и теперь держусь. А другой день ты потом думаешь, хочу еще ближе к Господу. Слышишь, некоторые говорят, они постятся. В Библии читаешь какие-то нужды бывают сильные, особенно вот, ну что-то особенное было с народом израильским, постились всем народом. Ты говоришь, окей, я один раз в день начну, один раз в неделю начну поститься. И начинаешь поститься в понедельник, в пятницу. Сначала у тебя не получается целиком весь день, обычно хорошо поститься 24 часа, чтобы не кушать. Пить мы пьем, например, я пью, но если пощусь, то в этот день тогда не кушаю. Некоторые по-другому постятся. Ну, допустим, вот ты так выбрал, и начинаешь один день поститься. Сначала не получается 24 часа, начинаешь меньше, и доводишь до вот одного дня. Да, постился, смотришь в этот день, ты как-то мысли у тебя направлены к Господу, ты часто как хочется кушать, ты молишься, и у тебя день проходит такой насыщенный, и тебе появляется какая-то сила. И ты говоришь, окей, значит, я буду это делать. Я испытал, и теперь это станет моей привычкой. Одна сестра как-то болела, и читает в Писании 5 глава Иакова, там написано, болен ли кто из вас? Позовите пресвятеров в церкви. Они помолятся с вами с возложением рук, помажут вас елеем. Она обращается к пресвятеру церкви, приди, помолись за меня, помажь меня елеем. Он говорит, ты знаешь, у нас не было такой практики, никогда не делали, я не могу делать так, я за тебя помолюсь дома. А вот она хочет слово это испытать, написано, вот позови пресвятеру, звони в другую церковь. А там брат говорит, я готов прийти. Приходит, помазал елеем, помолился, возложил руки, и сестра исцелилась. Потому что вот она как-то взяла слово, и думает, испытаю это слово. Бывают случаи, конечно, возлагает руки елеем, я слышал, один человек семь раз за него молились, только потом исцелился. Но вот она так крепко эту мысль взяла, и начала снять. Написано также, трудно тебе, молись, весел ли ты, пой псалмы, ну так примерно Иаков говорит. А ты не можешь петь, у тебя ни слуха, нет ничего. Начинаешь петь, начинаешь петь, как можешь. Иногда вместе там где-то включил магнитофон, что-то, поешь, начинаешь петь, замечаешь, у тебя настроение поднимается. Потому что для Бога это не важно, какими ты нотами поешь, ты поешь, и у тебя настроение поднимается, ты хвалишь Господа, хвалебные гимны, и смотришь хорошо. Я знаю, уже человека, ему было далеко за 30, и он так хотел научиться играть и петь, научился, купил аккордеон, начал ноты изучать с трудом, пока он там левая и правая рука начал играть и петь песни. Потом я знаю, этот человек куда не ездил, на каждое собрание он нес с собой этот аккордеон, и где можно было там служил вот этим своим даром, который он открыл. Потому что он испытал, и это наполнило его жизнь новым содержанием. Это так важно. Допустим, кто-то предлагает почитать ту книгу, почитай эту книгу. Начинаешь читать всевозможные книги, и перестаешь читать Библию, замечаешь, ну нехорошо, как-то все не так. Начинаешь опять читать Библию, кладешь ее выше всех книг, и каждый день действительно читаешь ее как Слово Божие, как пищу на каждый день. Замечаешь это хорошо, берешь, как правило, на всю свою жизнь. И так каждый раз ты поступаешь. Или, допустим, тебе Бог помог, Он исцелил тебя, или в какой-то трудности, у тебя был экзамен, ты молился, и Бог помог тебе, ты чувствовал, Он помог тебе именно то ответить. И ты знаешь, что это хорошо, прочитал в псалме, что если Бог тебе помог, то ты прослав его в большом собрании. Ты пришел на собрание, если есть возможность, ты выходишь и говоришь, я славлю Господа, Он мне помог. Если бывают собрания очень такие узкие, там как-то, ну мало времени, подойдешь к присвителю, скажешь, у меня хорошее свидетельство, я хочу рассказать о Господе, прославить Его. Он говорит, давай прославляй, и дает тебе время, там короткое время, ты в нем говоришь то свидетельство, которое Бог тебе сделал. Ты замечаешь, хорошо испытал, и помогает тебе Господь. Или ты молишься один, потом прочитал в Писании, если двое или трое за что-то молятся, то Бог слышит наши молитвы. И ты звонишь кому-то, или обращаешься, идешь к Нему и вместе с Ним молишься. Я прочитал вдвоем, вот такая нужда, хочу, чтобы мы вдвоем помолились, мы же доверяем друг другу, вместе будем едины в этой молитве, и Бог поможет. Смотришь, испытал, и Бог помог. Поэтому я всем желаю вам испытывайте хорошее, вот именно из тех хорошее, что нам помогает в жизни, все испытывайте, и хорошего держитесь, и Господь вам поможет. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok